Врата смирения Снова мы находимся посередине Брата смирения И в принципе Можно уже прямо начать этот раздел Раздел восьмой Тут он сам по себе Делает постановку Вопроса, о котором у нас пойдет речь Здесь мы намереваемся Дать ответ на следующий вопрос Должно ли приобретение Всех прочих добрых качеств Предшествовать приобретению смирения Или же напротив Предшествовать должно Приобретение смирения Вопрос, который он спрашивает По-видимому Только тот, кто Автор книги Который держит в голове Весь порядок Спрашивает подобные вопросы Видимо он много сам думал на эту тему Во всем есть порядок Как мы излагаем Что Перед чем Так вот Мы дошли до Врат шестых То есть у нас есть врата шестые Это До этого Было много ступеней Мы разобрали много тем Значит ли это Что Тема Смирения Работа над собой Над своими качествами Это Тема Которой нужно К ней приходить Где-то там в конце По крайней мере Вот в том порядке Который мы тут уже описали Или Может быть На самом деле Эта тема Настолько важная Что С нее надо начинать И только после этого Уже можно Перейти к Другим ступеням В Служению Всевышнему Это вопрос Он подготавливает нам ответ Ответ будет в конце Здесь будет дан В конце занятия Здесь Он говорит так Нам известно Непременное Непременное Предварительное условие Исполнение которого Дает человеку Возможность Начать служение Богу Он должен избавиться От своих От свойств Личности своей Имеющих отношение К господству И властности Относя их Всецело К одному Только Богу И обрести Все качества Нужные Чтобы быть Рабом Творцу То и другое Способность Быть Рабом Творцу И ощущать Лишь Его одного Своим Господином Из числа вещей Которые Присоединяются Друг к другу И одна Без другой Не существует Ясно и очевидно Человек Не может Называться Рабом Пока у него Не будет Господина Господин Не может Называться Господином Пока у него Не будет Раба Каждый Ответить на этот вопрос Хочет Рабейну Бахе Дать нам Гораздо Более точное Определение Очень простое Определение Ёмкое Может быть Даже в одном Услове Машгех Рабхатский Левичтинь Девят Однажды Спросил Своих Учеников Можете ли вы Дать Определение Еврейской Жизни Естественно Что ученики Каждый Давал Другое Определение Он говорит Нет Нет Я хочу Одним Словом Так Никто Не ответил Пока Он не ответил Вам не поднял Одним Словом Авдуд Что такое Авдуд Рабство Рабство Многим В голову Не приходит Что в принципе Это суть Иудаизма То есть Мы говорим Слово Страшное Слово Религия Которую Мы Не любим У нас Неприятные Ассоциации С прошлой Жизни Но это И есть Рабство Вспомнил Посредине Что Как Однажды Встретился С одним Человеком Который Обратился Ко мне Он не жил В Израиле Человеком Который И он Не еврей Который Искал Истину В этом мире Прошел Через все Религии Через все Он говорит Я все прошел И только В конце Просто так Для общей Интеллигенции Он решил Заглянуть О чем Говорят И О чем Говорит Иудаизм И вот Начал изучать И на этом Остановился И он Решил Пройти Геюр Человек Очень Интеллигентный Хорошо Разбирающийся Во всех Тонкостях Понимания И Во зрении Всех Религий И Даже Приехал Спросить Вопрос Пройти Геюр Как Проходить Геюр То есть Вопрос Не было Даже Постановка Вопрос Был Только Как Как Каким Образом Спросил Этот Вопрос Понимаете Что Такое Быть Евреем Может быть Не Согласно Тому Как Видите Вокруг Себя Как Люди Живут Но Так Как Надо По Протоколу По Книге Как Как Положено Он Спросил Что Быть Рабом Вы Готовы Быть Рабом Человек Думающий Был Он Не Ответил Сразу Он Сказ Знаете Я Об Этому Не Думал И Через Несколько Дни Я Позвонил И Сказал Вы Правы Я Не Готов Быть Рабом То Философия Глубина Обсуждение Понимание Все Захватило Все Правильно Все Истинно Хорошо В этом Изучение Торы Изучение Мудрости Доставляет Удовольствие Любой Душе Возвышенной Быть Рабом Может Может Быть Мы Просто Выросли Изначально В Атмосфере Где Больше Поозрелась Свобода Все Ребен Нам Говорят Человек Свободный Человек Должен Быть Сам Человек Должен Б Зависим И Человек Должен Сам Решат Надо Брать Судьбу В Свои Руки Каждый Из Нас Хочет Быть Хозяином Быть Начальником Может Быть Не Над Всей Страной Не Над Городом По Крайне Над Кем То Хоть Над Кем То Хоть Над Детьми Своих Кого То Надо Где То Должен Кем То И Должен Проявляет И Тут Вдруг Такое Вот Тина Быть Рабом Что Значит Рабом Смотрите Как Он Говорит Сейчас Центральная Центральная Часть Еврейской Жизни Которая Пропускается И Удаизм Это Рабство Настоящее Рабство Точнее Как Когда Вышли Из Египта Там Находились В рабстве Эта Тема Там Разбирается Вышли Оттуда Из Рабства На Свободу Так И сказано О том Что Мы Выходили Там Из Рабства На Свободу Но В самом Деле Мы Не Вышли На Свободу Вышли Для того Чтобы Прийти К горе Синай Там Получить Тору И Там Стать Рабами Смысл Этого Что Нет Реальности Вне Рабства Весь Вопрос Рабом Кого Ты будешь То ли Рабом Других Людей Со Своими Идеями Своими Амбициями Которые Хотят Властвовать И тебя Подчинили И ты Раб По Видимому Такое Явно Никто Этого Не Хочет Другое Дело Совершенно Быть Рабом Того Кто Сотворил Человека Кто Дал ему Жизнь Кто Определяет Смысл Его Жизни Но Оказывается Что В Энерзии Этой В Энерзии Жизненной В Энерзии Желания Властвовать Человек Может быть Чисто Умозрительно Понимает О том Что А А А Быть Рабом Других Людей Действительно Не надо Не надо Не хочется Никто Не хочет А рабом Бога Да Это Идея Еще Принимать Но Как Только Дело Доходит До Дела Сейчас Разберем А Быть Рабом Это Очень Тяжело Сейчас Мы Разберем Что Такое Быть Рабом Что Такое Раб Это 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 Полностью Изменить Как он Пишет Вот Смотрите Как он Пишет Должен Избавиться От Свойств Личности Своей Имеющих Отношение К Господству И Властности Относя Цел Одному Только Богу И Обрести Все Качества Нужные Чтобы Быть Рабом Творцу Бакетур В каждом Нас Сидит Каждого Так В разных Масштабах А Какое Желание Господства И Власти Хотим Властвовать Хотим Господства Хотим Быть Людьми Независимыми Больше Всего Что Нас Задевает Это Не Дай Бог Наш Эго Заденут Дай Бог Что Что Может Быть Рассмотрена Как Низкую Оценкой Нашей Личности Обижай Гневаемся Из-за Этого Разрушает Всю Нашу Жизнь Так Вот Оказывается Что Для Того Чтобы Быть Как Видите Как Он Гарит Непременное Предварительное Условие Исполнение Которое Дает Человеку Возможность Начать Служение Богу Начать Служение Богу Избавиться Своих Личных Качеств Имеющие Отношение К Господству Властности Поменять И как Мы уже Говорили Кто Слушал Занятия Это Относится К Проявлению Господства Властности В действии В разговоре И в мыслях Мы Мы сейчас Говорим Ощущению Что Мы Правы А оказывается Что нужно Сделать Пробрести Все качества Нужные Чтобы Быть Рабом Творцу Что значит Быть Рабом Творцу Значит Надо Все Что мы В чем Думаем Что мы Хотим Властвовать Мы Все Должно Быть Наоборот Кто Истинный Властелин В мире Только Он Теперь Чтобы Это Понять Что Делает Рабей Нубахи Он Говорит Послушайте Чтобы Это Понять У нас Есть Уже Прототип Этих Отношений Есть Раб И Есть Господин Теперь Что Нам Говорит Понятия Раб Не Существует Без Понятия Господин Чтобы Быть Рабом По сути По определению Это должно Надо иметь Господина Для того Чтобы Быть Рабом С другой Стороны Чтобы Называться Господином Необходимо Чтобы у него Был Какой-то Раб Ну По Этому Подобию Мы Понимаем И Что И Точно Так же До Тех Пор Пока Человек Не сделает Из себя Не Приобретет Свойства Раба Он Не Может Приобрести Творца Как Господина Это Не И Наоборот Творец Как бы Не Является Господином До тех пор Пока Человек Тут В этом мире Не Сделайте Сделайте Себя Раба В принципе Это был Путь Нашего Протца Авраама Надеюсь Что все Знают Это Не помню Говорили Или нет Напомним Еще один Раз Авраам Он прототип Человека Который Ищет Истину В этом мире Известно Что Как у нас Написано С трех лет И до Сорока Восьми Обратите Внимание С трех лет Сорока Восьми Много Десятков Лет Он искал Истину В этом мире Пока Не нашел Пока Не пришел К идее Единого Творца Установил Базу Монотеизма В этом мире Скажите За эти годы Человек Который Вкладывается В этом Это его Мысли Это его Достояние Он их Приобрел Понимаете Он был Великим Философом Назовите Его С точки Зрения Определения Что как Того Кто Любит Мудрость Он был Великим Любителем Мудрости Исследователем Ученым Назовите Его И он Пришел К тому Мнению Которому Пришел И вот Тара Рассказывает Нам О Тара Устно Рассказывает О десяти Испытаниях Которые Он прошел Интересно Медраж Перечисляет Эти все Испытания Первое Испытание Которое Есть Оно Не Описывается В Таре Как Вообще Не упоминается Даже А только Там Ищется Намек Как Моза Понять Из Самой Письменной Тары Что Имеется Ввиду Первое Испытание Описывается В Устно Торе Медраж Рава Который Расскрывает Нам Что Авраам Вину Когда Он Дошел До Понимания Того Что В мире Есть Единый Творец То Он Это Не Скрывал И Открыто Об этом Говорил И Как Он Согласному Пониманию Того Мира Он Поднял Бунт Против Устоев Общества Того Времени И Царь Который Тогда Немрод Который Руководил Царем Мира Он Его Бросил В Кевша Наэш В огонь В яму В огненную Печь Все знают Большое испытание И произошло Чудо Спасли Его Ему Был Дан Выбор Или Ты Отказываешься От Своих Воззрений Живи Очень хорошо Даже Дадим тебе Почет Или Мы тебя Просто Умертвим Это Последний День Твоей Жизни Пожалуйста Выбирай Что Выбирает Абрам Он Выбирает Истину Мне дороже Истина Чем Жизнь Готов Отдать Жизнь За Истину Ну Скажите Если бы Мы Писали Тору Не дай Бог То По Видимому Подобное испытание Было Первое Что Должно Быть Написано В явной Форме Все Должно Впечатлять Гораздо Больше Чем То Что Описывает Тора Что Он Описывает Лех Леха Описывает Иди Себе Это Верно То Испытание Оставляй Это место Иди В другое Место Это Тоже Не так Просто Перейти С места На место Эмиграция Но Готовность Отдать Жизнь Скажите Есть Больше Что Либо Что Человек Отдает Почему Это Испытание Вообще Тора Не Описывает Сейчас Послушайте Очень Интересную Вещь И Всяком Солнении Авраам Амим Был Величайшим Измыслителем Которое Когда-либо Было И Кто Столкнется С книгой Сефра Ицира Книга На созидание Которое Он Написал Поймет До Какой Уровня Понимания Реальности Он Дошел Творец Естественно Знает Все Что Открыто Перед Перед Авраам И Вот Он Начинает Посылать Ему Испытание Один За Другим Первое Испытание Это Было Кивша Наэш Это Было Огненная Печь В Которые Должны Были Его Бросить Тора Не Упоминает Это Почему Почему Не Упоминает Ответ Он Такой Мы Видим Что В течение Истории Человечества Неоднократно Были Случаи Когда Люди Готовы Были Пойти На Смерть Во имя Идеи Естественно Что Можно Сказать После Того Как Авраама Вину Это Уже Проделал Всем Остальным Это Уже Легче Сделать И Действительно Есть В Этам Правда Но Обратите Внимание Что Почему То У нас Нет Одобрения Большого По поводу Тех Людей Которые Были Готовы Пожертвовать Жизнь Во имя Идеи Почему Во первых Надо проверить Во имя Какой Идеи Они Были Готовы Пожертвовать Мы Знаем Что Многие Жертвовали Во имя Коммунизма Оказалось Идея Не Очень Истинной Ложной А Они Жизнь Пожертвовали Это Дополнительная Вещь Это А тут Речь идет Сейчас Послушайте Это Очень Очень Важная Вещь Почему Человек Готов Отдать Жизнь За Идею Знаете Почему Потому Что Он Так Решил Это Его Я А Он Тот Который Держится За Эту Идею Он Который Вполне Возможно Ее Открыл Он Первооткрыватель Он Ее Не Отдаст Это Мое Это Мое Поэтому Тура Даже Не Упоминает Это Испытание Которое Почему Потому Что За Свою За Свою Человек Готов Отдать Жизнь А Нас Что Интересует Ты Готов Отдать Жизнь За Идею Бога О Это Достойно Вот Когда Тебя Испытывает Когда Тебе Бог Говорит Нет Иди Отсюда Иди Ты Тут Хорошо Ты Уселся Тут Хорошо Живешь Ты Устроился Ты Открыл Тут Семинар Мальчики Девочки Устраиваешь Киру У вас Все У тебя Идет Хорошо Отлично Но Тем не менее Ты тут Не будешь Ивреем Уходи В другое место Там Там Это Вопреки Логике Это Вопреки Его Личному Пониманию Что Дел Что Хотел Творец От Авраама Что Он Хотел Столько Время Сколько Авраам Находился На Уровне Философа Мыслителя Видимо Было Много Других Людей Тоже Умных Мир Как И Сейчас Что Проверял Творец Секундочку Мне Еще Одного Философа Еще Одного Мыслителя В мире Спасибо Я Основной Да Мне Конкурентов Мне Нужно Кого Мне Нужно Чтобы Ты Был Стал Немыслителен Чтоб Ты Моим Стал Чтоб Настоящим Кем Тут Появляется Слово Которое Мы Больше Всего Не Любим Мне Нужны Подданные Мне Нужны Мои Рабы Чтобы Я Мог Стать Кем Господин И Так Оно И Было Все Испытания Которые Прошел Авраам Авиду Это Были Испытания Для Того Чтобы Вытащить Из Его Души Я Так Понимаю Его Мнение Скажите Есть ли Более Чем Испытания С Жизнью Своего Сына Единственного Любимого Который Столько Ждал Одно Дело Своя Жизнь Человек Решает Отдать Свою Жизнь Не отдать Свою Жизнь Но Отцовские Чувства И все Что Вся Предыстория Авраама Ицхака И говорит Обращается Творец Сниму Посылаю Испытания Принеси В жертву Своего Сына Ицхака А у Меня Что Своего Мнения Нет Скажите Какой Нормальный Отец Принесет Своего Сына В жертву Сына Не Один Кроме Авраама Который Который Полностью Полностью Своё Я Своё Понимание Понимаете Я же тоже Что-то понимаю Как у нас А вокруг Этого Всё у нас Вертится Всё вертится Чтоб не задели Моё Моё Я И чтобы Не дай Бог Не Он Это Я Полностью Отменил Поэтому Он и Прошёл Это испытание Это было Это испытание На Биту Ла Это Самоликвидация Вот эта Самоликвидация Устранение Своего Я Своего Мнения Это И есть Рабство Это И есть Рабство Моего Я Не существует Не существует То есть Адон Господин Всегда Прав Всегда Вы с ней Кто прав Всегда У нас Между Отношениями Между людьми Женой Родители Дети Всегда Ты прав Я прав С друзьями Начальный Компьютер Кто прав То Может быть Есть люди Правые Неправые По отношению С господином Тот Кто раб У него Нету Нету Никакой Возможности Даже Как бы Абамина Нет никакого Вообще Понимания Что Вообще Можно Предположить Что Есть Сторона В которой Я Как раб Я в чём-то Прав Вообще Нету Моего Я Нету Даже С чем Сравнивать Раб Воспринимает Полностью Всё Что Говорит Господин Полностью Всегда Прав Сто процентов Это то Что Он Говорит Предварительное Условие Исполнение Которого Человека Возможно Начать Служение Богу Он Должен Избавиться От Своей Личности Своими Ижих Отношения К Господству И Властности Господство И Властность Это Свойство Только Бога Это Только Его Поэтому Он И Является Богом Болгом Поэтому Он И Сотворил Для Этого Без Этого Как Он Говорит Нету Нету Господина До Тех Пор Пока Нет Раба Мы Не Можем Называться Себе Не Будем Мы Не Будем Бог Никогда Не Будет Богом До Приобретаем Господина Как Он Говорит Это Один Из Другого Не Не Существует Ни Один Из Них Не Может Придшествовать Получению Своим Недругому Взаимосвязано Одно Другое Поэтому Как Первое Как Начало Всему Как Понимание Всего Это Шаг Который Больше Всего Он Противоречит Нашей Сути А ну Добавим Еще Несколько Слов Тяжелых Тяжелых Слов Каждый Из Нас Встречался С Нашими Дорогими Братьями Сестрами Далекими Аторой От еврейской Жизни Которые Утверждают О том Что Смотрите Тут главное Человек Хороший Был Верно Или Есть Определение Более Такое Более Близкое К тому Что Мы Хотим Сказать Это Я Еврей В Сердце Действительно Скажите Кто-то Забирает У людей Хорошие Качества Или Обвиняет В том Что Они Нехорошие Врух Все Хорошие Вопрос Какие Критерии Этой Хорошести Что Есть Добро Определить Критерии Потом Можно Понимать Что Есть Хорошо Что Есть Плохо И Тем Не А я Еврей В Сердце Что Такое Еврей В Сердце Знаете Кто Решает Что Есть Хорошо Что Вот Я Решаю О том Что Воровать Плохо Я Решаю Что Вот Помогать Другим Людям Это Хорошо Милосердие Прекрасно Помогаю Всем Кто Решил Я Решил Это Я Решил Но В один Прекрасный День Я Могу Точно Так же Решить О том Что Хорошо Милосердие Хорошо Но Не Сегодня Все Надо Иметь Свои Границы Сегодня Я Не Милосердие Это Плохо Потому Что Я Устал Араб У Него Нет Своего Мнения Если Повелевается Милосердие Оно Не Зависит От Устал Не Устал Хочешь Не Хочешь Понимаешь Не Понимаешь По этой Причине Есть Интересное Явление В армии Каждый Из Нас Знает Мальчики Которые Знают В армии Кто Б Есть Вначале Курс Молодого Бойца Интересное Дело Курс Молодого Бойца Надо Тебя Обучать Тоже Обучать Но Почему То Там Уделяется Огромное Внимание Какой Там Муштровки Такой Правая Левая Бал Стал Представьте Сейчас Начинаются Военные Действия То же Самое Правая Левая Скажут Правая Левая Какая Правая Левая Стрелять Надо Тут Надо Прятаться Так Вот Бежать Вообще Чего Тебя Гоняет Знаете Сколько Гонений На этих Лаздармах Кто Это Прошел Знает Ответ Никакого Отношения Не имеет К подготовке К военным Действия В прямой Форме А Накольный Подготавливает Суть Солдата В чем Суть Солдата Есть Подчинение Чтобы у тебя Не было Никакого Своего Мнения Чтобы у тебя Не было Желания Обсуждать Действия Или Решения Командира А то Что командир Говорит Головой Об стенку Послали Туда Вагон Значит Вагон В воду Значит В воду Вот Куда Пошлю Туда И пойду Курс Молодого Бойца Это Превратить Такого Строптивого Юношу В полностью Покоренную Душу Которая Которая Будет Выполнять Любое Повеление Командира Чтобы Стать рабом А без этого Ничего не может Функционировать Представьте себе О том Что армия состоит И скажем Из Армии Ста тысяч Человек Состоит Из Ста тысяч Командиров Она Нефункциональная Невозможно Ничего добиться Армия Добивается Только там Где есть Люди Которые Готовы Выполнять Повеление Командира Так и тут Мир не может Существовать Если каждый Будет считать Богом У нас таких Достаточно Для того Чтобы мир Существовал Творец Сотворил Этот мир Для того Чтобы тут Были Рабы И величие Человека По-еврейски Состоит И в том Чтобы Взять На себя Принять Это рабство О Слышите Это сложнее Все Принять Рабство Быть Рабом Если Повелевает Господин Вопросов Нету Надо Выполнять Говорили Наградно Звое Привезли Кстати Это очень Хорошее Качество Из наших Мест Русскоязычных Называется Надо Не спрашивай Надо Не надо Надо Все Надо Значит Надо Руха Это Нам Легче Чем Другим Которые Изначально Не подготовлены К этому Чуть Продолжим Дальше Говорит Рабейн Убахи И не станет Для человека Возможным Служение Богу Пока Он Не приобретет Себе Всех Не приобретет Себе Всех Качеств Которые Требуются Рабу То есть Смирение И прониженности Перед ним И не избавиться От качества Имеющего Отношение Господству Сознание Своего Величия Достоинства Высокомерия Охватовства Гордости И тому Подобное Говорил Один из Мудрецов Величие Это Деяние Творца Как Сказал Царь Давид Всевышний Воцарился Облеченным Величием И тот Кто желает Облачиться В его Одеяние Как будто Желает Уподобиться Ему В том Что Не пристало Человеку Уподобляться В наши Времена Демократии Либерализма Вообще Понятие Царства Исчезло Мы Не совсем Даже Чувствуем Это А всего Лишь Сто лет Назад Существовали Еще цари Еще А Тем более В прошлые Времена Не надо Это даже Объяснять Это ясно Очевидно Царь Все к нему Поклонялись Одно из Отличий Царские Которые были Это царская Одежда Царь должен был Выделяться Он Не ходил Ко всем У него был Трон У него Была Корона У него Была Специальная Одежда И никому В царстве Его Нельзя было Одеваться Какой У него У него У него даже Был Мегила Мегилат Эстер Описание Царственного Хашвароша Даже Было Сус Это Конь Царский И никто Не мог На нем Скакать У царя Было Своё Обличие Которое Никому Нельзя Было Одеваться Смотрите Что Происходит Если Человек Сам Возомнил Себя За Бога То есть Сердце Его Полно Высокомерия И Гордости Хватовства Величие Своего Сознание Своего Величие Достоинства Что Он Делает Он В принципе Как Одевается В Одежду Самого Всевышнего Почему Потому что Если Есть Понятие Высокомерия Величие Это Только Присуще Самому Творцу Видите Как говорит Сам Царь Давид Всевышний Воцарился Облеченный Величием Все Величие Только Его Снова Понятие Величие Если Оно Существует Значит Оно Для чего Существует Иначе Оно Не Существовало Чем Дальше Мы Разбираем Тем Больше Понимаем Что Это Качество Негативное Мы Должны Стремление К величию Это Гордость Наша Высокомерие Надо С ним Бороться Нехорошо Ну Ну Оно Оно Существует Мы Разбирали Что И Человеку На определенных Этапах Жизни Это Даже Необходимо И так Далее Но По сути Что Это Качество Что Оно Откуда Оно Происходит Что Оно Должно Нам Сказать Ответ Существование Творца Сам Творец Он Тот Который И Представляет Величие Об этом Мир Почему Потому Что Он Сотворил Этот Мир Понятие Величие Это Только Относится К нему А Если Есть Понятие Гордости В смысле Возвышения То Нет Предпочтения Одного Человека Перед Другим И Тем Более Человека Перед Богом А Только Богом Творца Перед Всеми Остальными Людьми Поэтому Само Понятие Присуще Ему И Только Ему И Никому Другому А Если Это Так То Это Одежда Одежда Этой Гордости Одежды Она Достоинство Величие Присуще Только Богу И Нельзя В нее Одеваться А Если Мы Оденемся То В принципе Это Преступление Это Как Представьте Себе Что Вот Есть Царство Царь Есть Поданный И Вдруг Кто-то Возомнил Себя Царем И Одел Эту Царскую Одежду Какой Приговор Будет Смерть Смерть Теперь Люди Иногда Спрашивают Жалуются А Вот Что-то Заболел Ой Что-то Я У меня Не Очень Дела Идут Это Вообще Какая-то Неудача Преследует Скажи Спасибо Что Жив Надо Удивляться Тому Ведь Согласно Поведению Человека Слован Как Он Он Тот Который Определяет Свою жизнь Я тут Решаю Берем Свою Власть Свои руки Судьбу Свои руки Оберу Что Ты Сделал Оделся В царскую Одежду Тебе Полагается Смерть И Несмотря На Это Руха Шея Дож Браху Спас Тебя Милосердие Его Оттягивает Прагосудие Тебе Еще Дает Жизнь Скажет Спасибо Спасибо Устан Молитву Не Участвовали Потому что Это Самая истинная Благодарность Которая Есть Там Посмотрите Перевод Этих Слов Которые Которые Это Люди Обращают Внимание Мы видим Которые Дарабанан Которые Нам Установили И мы Тоже Участвуем Шетихи Что Он Нас Оживил Мы Благодарим Его Знаете За что За тот Факт Нет За то Что Добро Да тот Факт Сам по себе Что Я Жив То есть Это Вопреки Нашему Интуитивному Пониманию Что Это Само Соборазумеюще Что Я Живу Вовсе Нет Нормальное Состояние Это Отсутствие А не Присутствие Тот факт Что Есть Жизнь О Это Требует Ответ Если Нас Нет Так Нас Нет Нас 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 Небало До Того И Нас Не Будет После Того Это Понятно Это Очевидно А вот Тот Факт Что Мы Появились В Этом Мире О Что Я Появился В Этом Мире Что Именно Меня Тут Не Хватало Выясняется Что Сам Бог Решил Что Именно Меня Не Хватало Значит Меня Перевели В Этот Мир Ну Так Я Не Должен Благодарить Его За Тот Факт Что Он Меня Оживляет А Тот Факт Что Мне Положено Давным Давно Какое Страшное Наказание Из-за Того Что Я Веду Себя Не Как Раб А Веду Себя Как Бог И Несмотря На Это Я Еще Живу Надо Все Воспринимать Пропорции О том Что Я Должен Быть Рад Того Что Я Просто Жив И Меня Еще Не Убрали С Этой Сцены Человек Должен Научиться Быть Рабом Это Истинная Суть Еврейской Жизни Всего Служения Ощущение Раба Который Принимает Все Что Сверху Посылает Ему Всевышний Теперь Как Конкретно Это Реализуется Продолжает И говорит Рабейн Ибах И невозможно Говорить О повредении Добрых Качеств Человеком Человеком Веры Пока Он Не Исполняет Возложенного На него Как сказано Писание Ведь послушание Лучше Жертвы Послушание Лучше Жертвы Но При этом Он Исполняет Своего Долга Пока Не Примет На себя Служение Творцу Однако Служение Ему Не станет Для человека Возможным Пока Он Не Увенчает Творца Всеми Качествами Относящихся Ему Господству А сам Избавится От них Ради Имени Его Но Все Это Невозможно Для Человека Пока Не Порботит Себя Творцу Чтобы Обрести Все Качества Относящиеся К рабу Сделаться Жрабом Его Невозможно Без Действительного Смирения Перед Богом Приниженности Согбенности Перед Ним Как мы Уже Говорили Прежде Видите Он Строит Логическую Цепочку Одно Связанное С другим Давайте Снова Разберем И Он Как бы И за Строит Мы Хотим Истинного Служения Хотим Приобрести Качества Необходимые Для того Чтобы Являться Человеком Веры Ну База Всему Давай Проверим Как ты Себя Ведешь Как Раб Или Как Что Называется Свободный В чем Это Будет Проявляться В первую Очередь Давайте Посмотрим Ты Выполняешь Повеление Которое Тебе Обязывает Твой Господин Да Или Нет В отношениях Господин Раб Нет Такого Возможно Нет Нет Такого Чтобы Раб Не Выполнял Повеление Всевышнего Значит Мадад Вот Этот Проверка Проверка Того Являюсь Я Рабом Или Нет Оно В чем Будет Состоять Я Выполняю Повеление Да Или Нет Всего Лично Как Знать Я Действительно Являюсь Рабом Вот Таком Вот С большой Буквы Или Нет Согласно Тому До До Какой Степени Я Выполняю И Мне Хочется Выполнять Я Стараюсь Выполнить Все Предписания Моего Господина Мне Господин Мой Господин Он Мне Повелел Хранить Субботу Он Мне Повелел Соблюдать Кашрут Он Мне Повелел Надевать Твилин И Так Далее Молиться Три Раза В день Если Я Раб То Все Мое Желание Понять Точно Указание Моего Господина Что Он Имел Ввиду Он Мне Сказал Одну Фразу Секундочку Там Есть Много Деталей Надо Разобраться А при Такой Ситуации А вот Если Это Не Так А если Это Раньше Если Это Тут Много Вопросов Сказано О том Что Одно Скажи Вот Такое Благословение Найду Надо Сказать Смотришь Вот такая Книга По Благословениям Что-то Они Там Пишут Кашрут Все Думают Это Очень Просто Давайте Разделим Мясное Молочное И дело С концом Вот Вам Кашрут А Что Эти Фолианты По поводу Кашрута О чем Там Они Пишут Значит Я Как Раб Что Должен Сделать Понять Разобраться В каждой Детали Только Раб Может Иметь Силы Это Рабское Чувствую Что Должен Выполнять Повеление Иметь Силы Разбираться В этих Тысячи Тысячи Деталях Еврейской Аллахи Еврейской Законности Как же Без Этого Можно Откуда Силы Появятся Значит Первое Что Надо Это Это Исполнение Но Он Говорит Послушайте Сейчас Слушайте Смотрите Как он Выстраивает Цепочку Но Исполнение Однако Служение Ему Не станет Для человека Возможным Пока Он не увенчает Творца Всеми Качества Относящие Себогосводству А сам Избавиться От них Ради Имени То есть То что Мы уже Упоминали До этого Надо Избавиться От Желания Хвастовства Гордости Величия Высокомерия А И кому Это Только Всевышний Значит Значит Для того Чтобы У меня Были силы Выполнять Все повеления Всевышнего Как У раба Настоящего Я должен Подготовить Свои Внутренние Качества Платформу Базу Всему В чем Она будет Состоять О том Что Вот Мое желание Властвовать Мое желание Быть гордым Мое желание Вышокомерия И все прочее Я устраняю Я прописываю Это только Всевышнего Отлично Но все Это Невозможно Для Человека Пока Он Не Поработит Себя Творцов Братарь Все Качества Относящиеся К рабу А Зекундочку Если Мы Хотим Действительно Избавиться От всех Этих Качеств Которые Мы Перечислили То Надо Себя Поработить Надо Себя Заставить Надо Себя Скажем Как Приведить Состояние Ощущение Что я Раб Следующий Этап Сделаться Рабом Теперь Он смотрит Хорошо А как Рабом Можно Сделаться Как Можно Сделаться Рабом Сделаться Рабом Невозможно Без Истинного Смирение Перед Богом Приниженности И сгобленности Перед Ним Как мы уже говорили Прежде Стать Рабом Можно Только При Одном Условии Которые Он Говорит Мы Должны Приобрести Качество Смирения Смирение Вот 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 Все Постепенно Видите Как он Логически Выстроил Один за Другим О том Что в Конечном Итоге Чтобы Стать Рабом Чтобы Можно Было Исправить Себе Качество Нехорошее Чтобы Можно было Выполнять Повеление Нашего Господина Необходимо Приобрести Качество Смирения Приниженности Согвенностью Перед Перед Как говорили Прежде То Все Все Что Мы Говорили До Этого Видите Много Много Говорили Вот Надо Приобрести Качество Смирения Все Это Неизбежно Приводит Нас К тому Что Приобретение Всех Добрых Качеств Исполнение Обязанностей Должны Опираться На Смирение Оно Во Главе Их И Начало Им Всем Получается Так Получается Что Та тема Которую Мы с вами Изучаем Про Та шестые Смирение Мне кажется Что Она Самая Центральная Которая Есть В еврейской Жизни Все Все Строится Над ней Если Раскрутить Желаемое В этой Еврейской Жизни И Потом Это Раскрутить Назад В поисках Откуда Все Это Идет Неизбежно Мы К чему Приходим К Приобретению Качества Смирения Как Базы Всему Человек Смиренный Может быть Только Человек Смиренный Может быть Рабом Только Ощущая себя Рабом Можно Все Остальное Исправлять Тогда Тогда Можно И Выполнять Все Что Говорит Господин Без Всяких Разных Обсуждений Более того Даже Самому С радостью Искать Все тонкости Исполнения Чтобы угодить Мему Господину Так Центральным Основным Это база Всему База Всему Сколько Снова Скажем Мы это Много Раз Говорили И еще Раз Надо Повторить Что Смирение Это не только База Связи Всевышним Это не только Шанс Стать Рабом Чтобы По-настоящему Достоиться Того Чтобы У нас Был Господин Что мы Делаем Кстати В Роша Шана Мы кричим Ата Гуам Элих Кричим Это молитва Основная Которая Есть В Роша Шана Ата Уам Элих Ты Царь Наш Что Это значит Согласно Тому Насколько Мы громко Кричим Имеется Громкое Ввиду С каким Намерением Глубно Истинным Искренним В глубине Души Мы это Произносим Согласно Этого Насколько Мы его Возвеличим Устанавливаем Как царя Настолько Мы являемся Его подданными То есть Насколько Он нам Господин Настолько Мы его Рабы До такой Степени Отношения С Богом Невозможны Мы Много раз Говорили О том Что Качество Смирения Это Вообще Это Ключ Просто К нормальной Жизни К тому Чтобы Жизнь Без Этих Вечных Конфликтов Вечных Претензий Вечных Каких-то Придирок Вечного Критики Вечного Недовольства Вечных Ссор И всего Прочего Душения Друг друга Преследования Шиканье Шаканье Всего Сумасшествия Которое Может заполнить Нашу жизнь В доме И сделать Совершенно Невыносимой Все Из-за чего Из-за Наводного Качества Качества Высокомерия То есть Отсутствие Качества Смирения Не готовы Смириться Ну не готовы Это Не Это Ни в коем Случа Да вы Что Вы хотите Что Вы Посмотрите Как люди Разговаривают Послушайте Что люди Говорят Откройте Художественную Литературу И не Говорю Словах Разных Вариациях Все Построено Взагами Все И еще Одно Как мы говорили Два корня Высокомерие Как бы Верхний Корень Основной Есть Нижний Называется Таава Таава Это Вожделение Все Что есть В мире Это То ли Это То ли Это Иногда Вместе Иногда По отдельности Ключ Всему Смирения Все Приобретается В тот Момент Когда Мы Можем Приобрести Качество Смирения База Всему Теперь Возвращаемся К изначальному Вопросу Так Секундочку Так Как же Надо В каком Порядке Надо Приобретать Спросил Он Вопрос Очень Очень Существенный По Порядку Изложения Это Врата Шестые Но Из того Что Анализ Который Только Что Проделали Это Должны Быть Какие Врата Первые Ну Давайте Посмотрим Что он Сказал Что он Говорит Теперь он Подводит Итог И сам 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 Утверждает Говорит Так И потому Основой И начало Возвращения Человека К Всевышнему Является Ощущение Приниженности Согвенности Смирения Перед Господом Как сказано И покорится Народ мой На котором Наречено Мое Имя И будут Молиться И попросят Лица Моего Близости Ко мне И садут С путей Своих Дурных Так сказано В Девре Амим И так далее Что он Говорит Основой И началом Возвращения Человека К Всевышнему Является Ощущение Приниженности Сгобности И смирения Говорит Нет Началом Всему И основой Всему Является Смирение Так почему Жена Находится Во вратах Шестых А не в самом Начале Ответ Потому что Если мы Не прошли Все эти Врата До этого Мы бы Скорее всего Даже не поняли О чем Речь идет Тут В этих Вратах Шестых Давайте Это скажем Ясно Что было Очевидно Так Что было Ясно В теории Чисто Со стороны Умозрительного Понимания Не всякого Сомнения Надо Начинать С этого Это Корень Можно Работать На каждой Детали В отдельности Но Но Если Мы Пойдем Прямо К Корню И Там Преуспеем То Результат Этого Будет Сказываться На все Остальные Детали Нашей Жизни Все Остальное Человек Скромный Меняется Все вокруг Него Вдруг Замечать Других Людей Их Нежелания Конфликты Исчезают Связь Со Всевышним Другая Сажена Становится Все 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 Меняется То С точки Зрения Теоретически Ни Всяком Сомнении Начало Всему База Всему Основа Всему Это Ощущение Приниженности И Смирения Смирения А как С точки Зарения Практической Как это Осуществить Ответ Если Мы Начнем Сразу Возьмемся За Свою Гордость Мы Потеряем Вообще Базу Жизни Мы Потеряем Жизненную Силу Эликсир Какой-то Жизненный Нас Потеряется Это Вообще Не захотим Жить Есть люди Которые Которые Неправильно Поняли Что тут Написано И Которые Решили Будучи Так Придя К Еврейской Жизни Став Болеть Чува Захотели Работать В первую Очередь Как и Слышали На лекциях Над Качеством Смирения Вы знаете Что произошло Преуспели По крайней мере Внешне К чему Это Привело Догадываетесь К чему К депрессии А сказано Ивду Это Шемба Симха Сказано О том Что надо Служить В радости Проверка Всему Мы являемся Мы идем По правильному Пути Да или нет Человек Должен проверить Если у него Теряется Ощущение Радости Жизни Да или нет Теряется Что-то Не то Делай Раньше Времени Нельзя терять Радость Жизни Она должна Сохраняться Это правильный Путь Он более Медленный Но зато Уверенный Человек Дойдет А до цели Потому что Если мы Раньше Времени Заберем У себя То что Составляет Наше Ощущение Наше В принципе Это самое Основное Испытание Которое У человека Есть В этом Месте Творец Затворил Нас Возможностью Свободы Выбора Между Чем И чем Между Желанием Ощущать Себя Самих Себя Как Богом Или Ощущать Себя Как Рабом Пожалуйста Или То Или Другое Изначально Как мы Рождаемся Мы Рождаемся Каждую Себя Тут Считает Богом Видите Посмотрите Зайдите В детский Садик Я же не говорю Про школу Не важно Мальчики Девочки Везде Тут есть Свои короли Свои Принцессы Свои Королевы Царицы Люди Готовы Убить Друг друга Из-за этого Люди Хотят Властвовать А те Которые Скромные Смиренные Они тоже Хотят Но у них Сил нет Не боятся Всего лишь Навсего Дали бы Возможность Точно так же Вели бы Себя Значит Изначально В душе Нашей Как испытание Находится Желание Властвовать Я Бог Только Постепенно С взрослением С развитием Мыслительных способностей С прояснением Нашей Разума Появляется Возможность Оценки Переоценки ЭТого И постепенно Понимать О том Что я не Бог И тогда Придет Я не только Не Бог Я на самом деле Раб Оуу Вау Сколько это Занимает Времени Ну Каждого По-разному неизбежно должны пройти этот путь от Бога, который чисто виртуально находится у нас в понимании, и до ощущения раба, который должен в реальной жизни быть в нашей душе. Это путь, который человек должен проделать. Поэтому какой порядок должен быть в приближении к качеству смирения постепенно? Ну, во-первых, надо знать, что это база, основа всему. Восприятие умозрительное, тут нет проблем с этим. А вот как идти с этим, как бороться, как самим собой со своими, как постепенно идти? Ну, как она постепенно? Как? Ну, по пути, которую он и указал. По этой причине это и находится тут, в вратах шестых, а не поставлено в самое начало. Потому что вначале нужно понять, что есть Господин в этом мире, что есть Бог, что есть Творец. После надо научиться видеть проявление Его в этом мире, чтобы это напоминало, мы видели Его везде вокруг нас. Это были вторые врата, помните? Надо после этого понять, если есть Творец, и так ясно Его проявление в этом мире. И я творение. Значит, я как творение сотворен для чего-то. Значит, мне надо прояснить, для чего я сотворен. Значит, мне нужно это выполнить, я же для этого сотворен. Это был, поэтому, врата служения называли. А после этого мы разобрали, какое качество основное в этом служении есть. Это было качество упования на Всевышнего. А после этого мы разобрали, что значит быть и исполнять это во имя Всевышнего. Как бороться со своим дурным побуждением. Все это этапы необходимы для того, чтобы добраться до момента, когда по-настоящему, уже реально можно будет работать над качеством под названием смирения. Более практично для нас, это означает, более конкретно, скажем, это для, что касается чисто нас. С момента, когда человек это понял, осознал, начинается работа над своим я. Единственное, что, скажем, это в процентах, и как-то, может быть, это понятнее, что если у меня эго на 100%, то я не буду сразу все это убирать и делать вид, как будто у меня этого эго нет. Это неправильно, неверно, это нездоровый путь. Но зато я могу свое эго уже на 1% чуть-чуть опустить свой нос. Это можно делать, действительно, даже с самого начала. И смотреть, как я, душа моя на это реагирует. Я выживаю, не выживаю, теряю радость или нет. Прошло несколько месяцев, можно еще на 1%, снова проверить и так далее. И так далее. Время от времени нужно просто опустить свой нос. Как чисто религиозное упражнение такое интересное, которое человек проделывает сам собой. о том, что вот сегодня, не надо завтра, завтра никогда не получается. Вот сегодня. Первая же какая-то моя интеракция, связь с другими людьми, где нужно сказать, то ли я выше, то ли я ниже. Значит, я беру изначально, я ниже. Я сам себе как бы вызов посылаю. То есть, жена что-то скажет, а я промолчу. Или там, муж скажет, жена промолчит. Дети что-то скажут дерзко и промолчит. Давайте посмотрим, сработает, не сработает. Просто посмотрим. На этот 1% я хотя бы преуспел, да или нет. Я же не, 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 не. Я же буду таким же быть гордым и высокомерным. Но только посмотрим, если вообще в состоянии, хотя бы один раз промолчать. Хотя бы для показухи, посмотрим. И так человек начинает работать над самим собой. И один раз, потом еще раз, потом еще раз, потом еще раз. Потом увидит. Это возможно. На каком-то этапе появится вещь удивительная, что это происходит до того, как. То есть, он уже до того, как способен настроить себя на то, что я уступлю, даже если я прав. А, естественно, уступать надо только тогда, я прав. Когда я не прав, не надо уступать. Он прав. А так как мы правы, мы всегда правы, высокомерие всегда настроит нас на нашу правоту, то вот тут и находятся наши испытания, чтобы мы себя считали о том, что я не прав. Просто как? Почему? Потому что это принцип. Я как рад. Я слышал, что такое понятие раб. Раб – это я не прав. Раб – это я никогда не прав. Раб – мне ничего не полагается. У меня только есть обязанность. Никаких прав нет. Только после этого уже можно, что называется, качать права. Но их можно только при условии, что я принимаю себя полностью как рабом. Нет у меня ни моего мнения, никогда я правота только у всех остальных. Все остальные правы. Я не прав. Они понимают. Я не понимаю. Они умные. Я глупый. Им полагается. Мне не полагается. А, настроим себя на это. Это будет колоссальный шаг в сторону самого важного, центрального качества, которое необходимо приобрести под названием качество смирения. Становимся тут. Всего доброго. Встречи. Следующий. Привет из Русалима. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok